Если бы металлфероз не отдали бы на приватизацию, то металлфероз начал бы зарабатывать десятки миллионов долларов в год. Это одно из немногих прибыльных государственных предприятий в Республике Молдова. Тогда возникнут вопросы, а чем занимался финансовый директор металлфероза, или генеральный директор, который финн Додона, сидят некоторые коллеги, они не помнят, но про это писали в молдавских СМИ. То есть появится, что получится так, что всем будет очевидно, сколько там пилили при Плохотнюке. И чтобы до этого не дошло, компанию дают на приватизацию. То есть то, что раньше в металлферозе грабили, а через металлфероз грабили все граждане Молдовы, сегодня это будут кто-то зарабатывать легально. Продавать металлфероз это еще более ущербная сделка для Республики Молдова, чем сдача концессию аэропорта. Я имею в виду, если посчитать потери, как можно сегодня выходить и делать дураками всех, то есть просто хотят легализовать все то, что воровали дальше. И самое главное, чтобы не привлечь к уголовной ответственности те, которые всеми этими распилами занимались при Плохотнюке. Значит, все граждане Молдовы должны сегодня понимать, что в Молдове нужно открывать предприятия типа металлфероз, которые дают прибыль государству. И чем больше таких предприятий будет, тем больше появятся в стране возможностей для повышения пенсии не за счет внешних займов, кредитов, а за счет доходов, которые получает государство. Нет, отдали аэропорт, сейчас давай дадим металлфероз. Вот, значит, тихонечко уже засматривается на госрезиденции в Галлиарканах. Плохотнюк не успел их приватизировать. Если бы он остался в стране, он это сделал. Сейчас за него хотят сделать те, которые пришли как бы вместо него. Очень прикольная схема с металлферозом. И плохишей всех отмазывают, и родственники Додона белые, пушистые. Значит, и кто-то начнет просто вместо того, чтобы получал эти деньги государство, класть в карман себе все эти деньги. Субтитры сделал DimaTorzok